Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Даналия. Сегодня у нас 12.09.2017 года, среда и у нас выход очередного обновления. В данном обновлении у нас просто какие-то неожиданные изменения, о которых я даже лично никогда и не задумывалась. У нас обновилась карта, но имеется в виду не сама карта, а маркировки карты. У нас теперь помечаются все ежедневные задания розетками синими, все задания на репутацию у нас помечаются просто синими высоцательными знаками. И у нас, по идее, еще есть обычные задания, они помечаются, насколько я помню, желтым. Да-да-да, желтый восклицательным знаком, невыполненное задание серым и выполненное задание зеленым. А также ежедневный ограничитель и ограничитель репутации все так же остались в виде часиков и сердечков в кружочке. Задание на обмен. Угу. А вот интересно, задание на обмен. А, нет, не показывает. А то было бы классно, что если бы с помощью этого значка можно было бы найти спирта. Но я не вижу значка обмена, так что, видимо, нет. Также здесь есть знак ежедневного задания на обмен. Так, лошадь где моя? То есть теперь мы никогда не потеряем нашу лошадь. Давайте попробуем это испытать. Да, да, это работает. Это работает. Теперь у нас на карте всегда будет видно, где наша лошадь. Это просто замечательно, ребята. Теперь мы никогда ее не потеряем. Так, дальше у нас идет значок ежедневное соревнование. Вот как раз синий розеточки. Обычное соревнование. Ну, интересно, это является чемпионат или что? Так. Потом идет у нас значок информации. Я вот так не понимаю, что это за значок. Ну, ладно, мы проверим. Потом идет значок члена группы. То есть теперь, когда мы состоим в группе, неважно на каком расстоянии, мы будем видеть, где все наши участники бегают, носятся. Это просто замечательно. А, да, и вот я нашла знак информации. Вот их два. Один Вейлда и другой Мистфоли. Это около скачек. Объяснение этих скачек и все прочее. Ну, это замечательно. Так, член группы, значит, и домашняя конюшна. Теперь мы всегда видим, где мы живем. Хотя, я вот на самом деле не понимаю, как можно вообще забыть, где ты живешь. Ну, как бы, да, если ты несколько лет не заходил в игрушку, потом зашел и телепортнулся домой, ты сразу поймешь, где ты жил. Так, в общем, это одно из новшеств. Обновленные значки на карте. Дальше у нас идет обновление моделек. Все помнят, какими были коровки. Все помнят, что их обновили. Теперь очередь дошла, наконец-то, и до наших любимых овечек. Вот тут у нас как раз они пасутся. И давайте посмотрим, что стало с этими милыми овечками. Ооо, они как будто облачка маленькие. Посмотрите. Ах, забыл, куда нажимать. Такие милые. И у них зрачки, как у настоящих овец. У них еще эти... Как... Забыл. Ой, носики такие... Они такие милые. И капуца. И шерсть. Веснушки. Я вспомнила это слово. У них такие милые веснушки. Так, и всех овц так переделали. Мне теперь интересно. В них редкости есть одна, насколько я помню, черная овца. Какова вероятность, что про нее не забыли? Надо проверить. Так, где-то вот на тех холмах, если не ошибаюсь, должна ходить черная овечка. Так, вот сюда свернули. Мы ее должны найти. Опс, не туда. Совершенно не туда. Надо объезжать. Ага, смотрите. Смотрите. Нету черной овечки, но я нашла белую с черной мордочкой. О, у нее зеленые глазки. Милашка. Так, ну это, судя по всему, и есть черная овца, только она теперь вовсе не черная. Но все-таки я хочу съездить на те холмы и убедиться, что черной овцы нету там. Просто я мало каталась в этой местности и, если честно, уже не помню, где они были. Так, вот еще одна. С темной мордашкой овечка. Так, ну все-таки, может быть, тут есть чисто черная овца. Еще одна. Какая-то маленькая. Она, по-моему, еще меньше, чем те. Еще овечка. И еще. Такое чувство, что у нее хилка разводится. Чисто овец с темной кожей, но при этом с белой шерстью. Так, вот чисто белая овечка. Опять черная мордашка овечка. А, вот она. Не нашла ее. Чисто черная овца. Так, пришлось отвлечься на секундочку. А, я ее потеряла. Только что была здесь. Куда она ушла? Она же уходит. Вот она, вот она, вот она. Надеюсь, у нее есть сиреневые глазки. У нее же сиреневые глазки. Это... Ох, вот так-то лучше. Нет, они у нее голубые. Голубые-синие. Хотя такое чувство, что... Да, фиолетовая у них присутствует. Очень милые овечки. Такие классные. Просто милашки. Мне теперь так нравится. Шерсть тут проработанная. Немножко ушки. Да, в восторге. Такие воздушные прям. Классно. Так, мы посмотрели всех овечек. Получается, у нас есть белые, слегка бежевые. И белые с черной головой и черными ножками. Если вы будете слышать, как лает моя собака, я заранее изменяюсь. Это неконтролируемо. Так, и теперь мы едем смотреть, что же добавили нам дальше. А добавили нам еще трех тракененских лошадей. Вороную, гнидую и рыжую с белыми гольфиками. Так что давайте они... Посмотрим. Так что давайте посмотрим на них. Они стоят в конюшне золотого листа. Я их уже вижу. Но я не хочу все-таки поворачиваться. О, тут моя одноклухница. Поздороваемся с ней. Она знает, что я снимаю. Я всех предупредила. Так, значит, не смотрим. Не смотрим. Гонавер. Еще один гонавер. А, вот они. О, какие они классные. Надо поставить лошадь свою в сторонку. Чтобы она не переграждала ветру. Кстати, да, приехала я на тракененской. Она мне приведет с двух уровней. Все, никак ее не докачаю. Вороной. Ой, какие глазки. Какого они цвета? Покажи глазки. Карри. Карри глаз. Слушай, ты шикарен. Прям супер шикарен, я скажу тебе. Да. С какого уровня? С девятого. Хм. Если приходишь в ни одно обстоятельство, я знаю, кому бы ты понравился. Так, следующий. Следующий у нас гниной. С одним носочком. Нет, да, с двумя носочками. Он похож на коня из фильма «Боевой конь». Так он вроде бы называется. У него слегка пятнышки есть. Два носочка. И отметина. Честно, я не знаю, как это называется. Я не разбираюсь в этих отметинах. Я знаю, что вот когда на лбу пятно это звезда. Так, глазки у него я вижу тоже карри. Только, по-моему, более другого оттенка. Более насыщенного, что ли. Ой, мешают тут всякие своими попами. Ладно. Так, и гнидой. Ой, гнидая ты, моя радость. Да. Ой, какой ты. У них у всех на глаза карри. Это специально или так случайно вышло? Не могу понять. Да. О, тебе боже мой. Значит, рыженький. Так, я начали подумал, что это за новый тракенен, которого я не знаю. А это тот, который стоит на виноградниках. Фух. Меня напугали. Сколько людей. Я рыжего куплю на здоровье. Покупаю хоть все. Ой, на розовый носик. Так, я знаю, что всё. Слабость моя в рыжих лошадях. Точнее, в одной рыжей лошади, потому что скачки не смотрелась я в детстве. А там, чаще всего я видела рыжих лошадей. В общем, это три новые мастика тракененской породы, которые нам добавили в этом обновлении. Они мне все очень понравились. Есть такой момент, который я не увидела на сайте Star Stable в русском отписании, но на ютубе об этом говорилось. Если я правильно поняла, с английскими мне плохо на самом деле, совсем плохо. Но, значит, одна модель араба потерялась в какой-то момент. Старого араба она была утеряна. Я вставлю сейчас тут сюда картинку. Это вот такой шикарнейший старый модельки гнидой араб. Если честно, я вот, я его очень-очень сильно хотела. Я, может быть, его потом куплю. Но я никогда его не видела на рынке старых лошадей. Я думала, может быть, это у меня какие-то глюки, и я его вижу, но просто он не, ну... Он не похож на тех гнидых арабов, которых я видела в видео. Был какой-то гнидой, но это не то. И поэтому у меня до сих пор нет старого араба. А вот этот араб, он, оказывается, был, но в какой-то момент его моделька потерялась, и его не добавили на ярмарку лошадей. Поэтому его, как бы, со следующей среды добавят в ярмарку лошадей. А еще, как я поняла, значит, рынок Фердинанда прекращает свою работу, что ли. Значит, цитирую текст с сайта Star Stable официального. Лошадь, лошадиная ярмарка. На этой неделе Эдди и Фердинанд больше не занимаются деловыми вопросами. Но ты сможешь встретиться с ними в форт Пинте, начиная со следующей среды. Судя по всему, больше не будет такой еженедельной ярмарки. Ну, точнее, каждые две недели. А Эдди и Фердинанд больше не будут проезжать со своей ярмаркой. Они будут, видимо, просто стоять в форт Пинте. И ты сможешь к ним подбегать и покупать у них лошадей в любое удобное тебе время. И не надо искать их по всему Юрвику, тем более, что не всегда все локации всем доступны. И это показывает, кстати, вот этот скриншот с этим старым арабам. Посмотрите, там на заднем фоне здание, которого в игрушке еще нигде нету. Такой постройки еще нет, высосло. Поэтому я думаю, что теперь ярмарка лошадей будет постоянно находиться в форт Пинте. И вот как раз в следующей неделе туда еще и добавят от этого потерявшегося бедного араба, которого я потом думаю купить. В общем, вот вам такой от Данали обзор обновления. Спасибо, что были со мной. Я вас люблю. Удачи вам, хорошей игры. Ухаживайте со своими лошадками. Не ленитесь их тренироваться. И давайте вместе любить лошадок. Всем пока. Объезжая еще раз поле с овечками после того, как я все сняла, я нашла овечку, которые не обновили. Надеюсь, ее потом тоже обновят.